Продолжается массовое вымирание насекомых. Их спад может привести к катастрофическому коллапсусу. Как говорят учёные, в течение двух десятилетий более 40% видов насекомых исчезло. Уходя, они заберут с собой других животных. Вслед за ними пострадают птицы, рептилии, амфибии, рыбы, ну и, конечно, человек. Возрастёт количество тараканов, мух, чего только не пишут. В общем, у меня вымирает постепенно. Пчёлы исчезают. Это вообще, говорят, основа того, что будет плохо. Конечно. Потому что пчёлы, они же необходимы в процессе размножения растительного мира. Это вообще проблема. Вот интересно, можно это научными методами остановить? Вот как они пытаются сейчас... Нет, это не сделаешь так. Никак. Ты не можешь сделать искусственных пчёл. Пчёлы, роботы, вы не верите в это? Я не верю ни во что. Ни в какие ухищения человека, в которые он вкладывает миллиарды, которые могут помочь остановить падение человечества, моральное падение человечества в его отношениях, взаимоотношениях друг к другу. Я не верю в то, что они помогут человечеству выжить. Человечество идёт к состоянию, когда оно само себя просто погребает. Потому что все эти ухищения научные, они, наоборот, нас путают. Если бы их не было, мы бы уже давно задались вопросом, что же нам делать. То есть они дают надежду. Да. А так мы всё это перемахиваем на науку, всунем у них ещё миллиарды долларов, и всё будет нормально. Они для нас придумают всё, а мы будем дальше посевать на лаврах. Это не получится. Мы должны понять, что только наши изменения к миру, к себе, между нами, оно сделает мир интегральным и восстановится всё, что надо для правильного интегрального развития природы. Природа — это замкнутая система. И если мы в этой системе нарушаем её интегральность, то никто её не восполнит. То есть даже если мы мыслями нарушаем, не только действуем. Конечно. Но дело в том, что мы ещё надеемся. Мы думаем, ну мы построим теплицы. Одна теплица может заменить миллион гектаров земли. И всё будет нормально. В теплице ничего не надо. Будем их опылять, что-то делать. Такие предложения, кстати. Да, конечно, я понимаю их, но не получится. Не получится. Природа всё равно же, она же действует очень мудро. Она должна нас довести до определённого состояния, чтобы мы изменились. Мы изменились. Не просто там починили то, что испортили. Мы должны меняться. А мы этого не желаем. Мы делаем всё. Продолжаем расселяться по всему миру. Мы пытаемся покорить природу. Мы пытаемся каким-то образом наполнить свой эгоизм. И в итоге никто не счастлив. Вот интересно, знаете, я всегда, не только я, всё человечество уважала учёных людей, нобелевских лауреатов, профессоров, делающих всякие исследования, изобретающих что-то. Но вот я всё время, когда говорю с вами, у меня такое ощущение, что они все как дети. Они не понимают главного в результате. Я приветствую науку только в том виде, в котором она позволяет нам видеть интегральность природы, где всё замкнуто, где всё взаимозависимо. Ощущение интегральности, гармонии природы. Это очень важно для человека. Исходя из этого, он сам начинает стремиться к гармонии, к интегральности. Поэтому об этом надо говорить. Эти достижения нам надо брать из науки, эти выводы, и таким образом привносить их в человеческое общество. Все остальные достижения научные, они в итоге не принесут человеку никакого счастья. И все выводы, что научным путём можно к чему-то прийти, вы... И к чему. Только к несчастью, которое тебя всё-таки доведёт до состояния, когда ты будешь вынужден изменять себя. Что сделать, чтобы не исчезали насекомые, чтобы экология была нормальная? Только лишь объяснить человеку, что он интегральное существо и обязан привести себя к правильному взаимодействию с природой. И тогда мы увидим, как говорится в Библии, что все, абсолютно все, животные, растения, неживая природа приходят в гармонию вслед за человеком. И будет жить мирно волк с ягнёнком, и маленький мальчик будет их пасти. Аминь.